всем привет в очередном ролике на своем канале заметки отшельника я продолжаю обзор многих аспектов жизни в деревне 7 лет назад я из городской квартиры перебрался в отдаленную деревню на берегу озера и вот 7 лет я в ней проживаю фактически один остальные приезжают периодически используя дома как дачу в основном летом а зимой практически я один сегодня я хочу рассказать вам как я обустроил погреб видите его на экране начнем с так называемого тамбура нашел подходящие по размеру остатки бруса не вот так сложил их предварительно залив основу но сейчас открою дверь посмотрим вот вы видите тамбур лесенка спускаемся вниз вот несмотря на то что были проливные дожди тем не менее здесь сухо вот подходим к двери а вот здесь посмотрите так как место все же низкая то я сделал такой сток проложил туда трубу и она выходит в трубу которая выходит с погреба и идет в пруд открываем дверь дверь уцеплил пенопластом плотным заходим в погреб первоначально я думал делать его прямоугольным просто заливать стены но потом родителей нашел такие старый погреб с полусфер был я его разобрал перевез эти полусферы сюда и сделал уже с них по бокам сделал полки на которых хранится продукция загадки овощи картошка здесь также имеется столько которым я говорил ранее подхожу поближе чтобы было видно тоже труба заложена вот выходит труба оттуда с тамбура и далее идет сток в пруд который находится примерно в 30 метрах вот это трубы для вентиляции канализационные трубы обыкновенные это ведерко подвесил чтобы все-таки конденсат иногда вот видно капли висит скапливается поэтому чтобы не капал на пол а ведерко полки я поставил на хотел стационарно закрепить но потом решил на кирпич потому что летом я выношу полки и просушиваю их глубина не водит заглублен примерно на полтора метра в землю в принципе этого достаточно все хранится зимой отлично любые практически морозы выходим с погреба и далее посмотрим здесь сначала засыпал землей а потом обложил дерном толщина этого покрытия примерно сантиметров 40-50 и плюс еще толщина самой этой полусферы железобетонные тоже где-то 10 сантиметров прежде чем уложить эти поставить бетонные кольца полусферические я залил плиту бетонную армировал ее плита толщиной порядка 20 сантиметров далее сделал гидроизоляцию рубероидом сверху технониколем и поставил на них эти полусферы швы промазал сначала плиточным клеем а потом загерметизировал гидроизоляционным составом он на основе цемента ну сейчас таких материалов на строительном рынке очень много здесь надо просто подобрать скажу сразу что пол внутри мне долго не получалось сделать хорошую гидроизоляцию вода здесь довольно высоко стоит и просачивалась через пол поэтому я применял различные средства и рубероид и пленку ложил и потом мастикой промазывал и сверху еще сделал цементную стяжку а сверху ее покрыл тоже вот этим гидроизоляционным составом на основе цемента но сейчас вот получилось и последние наверное года три несмотря на обильные осадки но у меня сухо вот видите выведены трубы которых я говорил для вентиляции сейчас посмотрим как вентиляция здесь закрываем дверь вот видите дырка для вентиляции около двери и здесь вот две дырки я их заклеил сеточкой потому что один год зашел в погреб после перерыва где-то месяц и пришел в ужас весь урожай яблок который был собран вот с этого молодого сада он первый год полдоносил уничтожили мыши они учились эти маленькие дырки проникли туда и все попортили поэтому я заклеил вот такой сеточкой а справа железки просверлил дырки нежавейкий кусочек тоже прикрыл но сейчас нормально в этом году уже мышей не было в погребе крыша у меня была сандулина как у меня все здания покрыты но так как рядом построил дом сосед то оставались остатки металлочерепицы но я решил чтобы уже как-то в общий дизайн вписывалась крыша перекрыл его вот этими остатками вот так получилось вот на пороге я на цементе написано 2016 год вот с 16 года он функционирует более-менее постоянная температура зимой не промерзает руляется со своими функциями для чего он в принципе и предназначен для хранения продукции особенно зимой да и не только да и летом когда жарко в нем относительно прохладно я конечно не строитель делал все так на глаз как видел когда-то в деревнях примерно но я думаю вы оцените но на мой взгляд получилось неплохо и довольно практично у кого будут вопросы задавайте с удовольствием отвечу